Депутаты межлица парламента находятся в потопленных регионах. Народные избранники встречаются с пострадавшими от паводков и следят за отгрузкой гуманитарной помощи. Мои коллеги продолжат тему. На кадрах разрушенная дорога в Таргабатае, отрезанными от мира, оказались сразу несколько районов. Сейчас автодорогу укрепили насыпями вдоль обочин. Как только спадет паводок, на трассе поставят водопропускные трубы. По расчетам гидрологов, снеж на покрове влаги вдвое больше допустимых норм. Депутат от партии Аманат, Лукбек Тумашинов, строитель со стажем. На месте он оценил ситуацию. Местные исполнительные органы очень хорошо отработали. Мы видим, что да, были смывы дорог, но они вовремя отвели воду. Ни одно село не было под водой, не оставлено. А Жилуовский район от Раусской области посетил мажорист Мэн Дюсенбай Турганов. Здесь потоплены около трех тысяч жилых и административных зданий. Депутат встретился с жителями и ознакомился со строительством дамбы в селе Каратон. Отмечу, из города Кульсары в Магисталскую область эвакуировали около 15 тысяч человек. Пять тысяч из них поселили в вахтовый поселок компании Тинвиз-Шевройл. Полторы тысячи разместились в Макатском районе, некоторые находятся у родственников. Сейчас в регионе активно борются с приходом большой воды. Работают военные и волонтеры из числа сельских жителей. Обсудили вопросы, которые решаются не только на местном, а на республиканском уровне. Говоря о текущей паводковой ситуации, то она очень сложная. Необходимы срочные меры по строительству дамб. На заседании оперативного штаба будем решать эти вопросы. Немного лучше ситуация обстоит в Павлодарской области. Там режим ЧС сняли в селе Жалаулы, где вода затопила 15 домов. Семьям, чьи жилища признали аварийными, местные власти пообещали в кратчайший срок построить новый равноценный по площади Кров. Остальным же выплатят компенсацию. Можилисмен Нуржан Ашимбетов пообещал, что лично проследит за тем, чтобы люди заселились в новые дома и остались довольны. Уже определились по пяти домам, которые не подлежат восстановлению. То есть Акимат района решили, что будут строить новые дома прямо в этом селе. А по остальным пострадавшим оценивается их ущерб и предлагается выделить деньги на ремонт домов. Там суммы от трех миллионов до шести миллионов тенге. Тем временем жители домов, которые признали аварийными, временно поселились у родственников. У людей не осталось ничего. Сотехника мебель и личные вещи утонули. В этой деревне самое первое. Ко мне пришла вода. Еще 24-го. Местный Аким знает, он помогал мне выкачивать еще воду. А с 26-го на 27-ю ночью, в три часа, я уже семью начал сам один эвакуировать. Дом к жилю уже, я считаю, непригодным. Мимо беды жителей Жалауэ не прошли и волонтеры области. В Центре развития молодежных инициатив открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Откликнулись предприниматели, неравнодушные люди и Ассамблея народа Казахстана. В состав набора, который мы предоставляем каждой семье, входит и картошка, и мука, и сахар, и рожки, и чай, и конфеты, и печенье. Сбор гуманитарной помощи ведут и в других регионах страны. Большая информационная работа по сбору материалов, средств, помощи, продуктов, которые не быстро портятся. Это одни из основных показателей, требований, которые у нас на пункте есть. Все вещи, которые на данный момент пришли, формируются и в ближайшем будущем уже будут направлены на точки для людей, где есть пострадавшие от паводков. Пришла гуманитарная помощь в Уральск. 28 тонн продуктов и предметов первой необходимости отправили депутаты городского Маслихата, члены партии Аманат из Астаны. Я прихожу сюда уже третий раз. Моя цель отследить, чтобы гуманитарная помощь дошла до пострадавших. И я вижу все, что сюда поступает. Тщательно фиксируется, записывается, фотографируется. Это делается для того, чтобы у людей не было никаких вопросов, доходит ли помощь до нуждающихся. Всего с начала паводков в Западный Казахстан направили 256 тонн гуманитарной помощи, из которых 230 тонн продуктов питания, 22 тонны товаров и 4 тонны медикаментов.